здравствуйте и господа я еще раз вас всех приветствую большое спасибо что решили посетить нашу встречу я обязательно в конце дам вам возможность конкретно мне задать вопросы и постараюсь ответить по мере возможности сегодня ну первое что я хочу сказать во первых еще раз сообщить для всех это очень хорошая новость для нас особенно для русскоязычных так как эта компания чисто американская суппорте уже работает три русскоязычных человека поэтому если у кого-то из вас есть вопросы вы всегда теперь можете писать напрямую support на русском языке единственная у меня ко всем просьба чтобы не забить не закидывали их вопросами если есть какой-то вопрос особенно если это по бизнесу сначала задайте его просто у нас в группах и я или кто-нибудь еще ответит вам и все будет окей а если нет тогда вы можете всегда это написать суппорт но просто чтобы вы все знали что у нас теперь у каждого из нас особенно у тех кто не говорит и не пишет по-английски у нас напрямую есть связь с суппортом на русском языке это я думаю что вы все согласитесь большой плюс ну вторые две хорошие новости смысле это одно на две новости но это одна новость вы уже знаете что у нас уже есть приложение на нашем телефоне iphone и через буквально неделю две недели будет уже приложение на android и мне скинули ссылку на android это пока бета так как она еще например если iphone вы просто можете зайти apple store написать got backup компании название компании и вы сможете установить это приложение там принципе очень просто там есть такая функция у меня кстати не iphone поэтому я не могу вам показать но я скину в нашу группу на iphone и на android как правильно устанавливать это приложение пока это на английском языке но это коротенько я думаю его легко будет перевести во всяком случае вы будете знать как это работает на телефоне она работает класс вы просто ставите сынк и все чтобы нового не писали или фотографировали все автоматически переходит вам а на ваш не за как это правильно сказать ай ауклауд и вы можете его открыть с компьютера с любого компьютера с любого телефона все сохранено в работает я даже с такими вещами никогда не пользовался но работает я просто обалдел как легко и как классно и не не забудьте у нас 6 терабайт в америке по идее аут клауд один из самых дешевых но все равно это вам будет стоить минимум 12 долларов и больше и самое большое место это всего лишь тут терабайт и вот гарик не даст мне соврать как ему все время присылает все время надо платить больше больше и больше потому что все заполняется здесь вы получаете 6 терабайт и всего плюсить платите 10 долларов в месяц и с этим вы получаете обалденный бизнес сегодня я хочу поговорить не так сколько о нашем бизнесе а сколько еще раз делаю презентацию и покажу и обосную сколько же можно заработать у нас и как правильно пригласить человека чтобы сделать именно это господа я вам скажу такую вещь я знаю что многие каждый сетевик делает немножечко по-своему и как в спорте у нас говорили когда я занимался боксом первый раз когда я пришел на тренировку и тренер показывал нам все как правильно стоять в стойке хотел потом объяснял что каждый раз вы все должны знать азы но потом у вас вы работ вырабатывается что-то свое например так как я работаю я например гарик работает немножко по другому и у нас у обоих большой успех потому что каждый дает что-то свое и это очень большой плюс для всех для всех нас потому что в принципе мы можем все друг другу учиться к чему я вам это все говорю большой коль многие люди все эти вом бизнесе всегда когда они приглашают бизнес они начинают говорить только о продукте и так уже мы созданы господа что когда мы слушаем о продукте то у нас вырабатывается в нашем подсознании идут неправильные импульсы что я имею в этом виду люди начинают думать а еще один пришел сейлсмен или продавец а сейчас он мне будет говорить что его продукт лучше чем другой и его продукт дешевле просто так мы все запрограммированы и они начинают вам они даже сами не под не подозревают что они так делают но это факт я через это проходил за последние сорок три года работы в сетевом бизнесе очень много но когда людям начинаешь говорить сколько можно зарабатывать здесь вы будете очень удивлены большой кай большое количество людей больше процент их даже не волнует продукт что их волнует как они могут заработать и как они могут изменить свое финансовое будущее поэтому есть на сегодняшней тренировке я хочу поговорить именно об этом и естественно после тренировки я вам всем дам возможность задать мне вопросы сейчас я открою свой экран одну секундочку мы поговорим на эту тему единственное что у меня просьба во первых я вас попрошу всех господа вы сделать мир потому что любой шум любой шок все слышно перед этим один вопрос видно сейчас все нормально видно окей все хорошо большое спасибо значит господа задумайтесь об этом если вы например я не буду к я буду говорить о себе потому что я у меня большой опыт и я тоже когда-то начинал так как начинают некоторые из вас и также сталкивался с такой проблемой что меня никто не слушал когда я приглашал бизнес поэтому мои где-то прошло лет десять после того как я начал началось это в девяностом годах когда я начинал заработать феноменальные деньги и все началось очень просто я вам сейчас это продемонстрирую а потом у меня потом скажете мне тяжело это сделать или нет например я и владимир мы друзья мы хорошие знакомые друзья я я хочу его рекрутировать свой бизнес я не буду ему говорить за продукт я ему скажу таким образом володя здорово это майкл звонит слушай у меня к тебе вопрос если бы ты знал что у меня есть информация которая может помочь тебе работая может быть 45 часов в неделю не мешая тому чем ты уже заработал занимаешься и ты сможешь построить бизнес за год который через год будет переносить себе 120 тысяч долларов в год и больше ты бы хотел бы об этом узнать вот это мое приглашение после этого я замалкиваю вы знаете мне до сих пор никогда никто не сказал нет потому что какой бы человек успешный не был он все равно его интересует информация как заработать больше денег потому что когда у вас есть много денег с ними с ними можно принести много пользы но сумму которую вы будете говорить как я сказал 120 тысяч долларов в год сумма зависит от того с кем вы разговариваете потому что если я например разговариваю с человеком который никогда в жизни не зарабатывал больше чем 1000 долларов в месяц то есть двенадцать тысяч долларов в год и вдруг я ему скажу что он заработает 100 тысяч долларов в год пол миллиона долларов в год он подумает что я сумасшедший для этого человека эти деньги но это как космос он это даже не примет он в это не поверит поэтому очень важно рассказы говорить цифру называть ту цифру которая более приемлема к этому человеку например если владимир зарабатывает 5000 долларов в месяц то я ему скажу что он сможет за 4 работа 4 часа 5 часов в неделю обязательно надо всегда добавить не мешает тому чем он уже занимается потому что люди могут думать но у него у человека может быть бизнес работа он может быть работа заниматься чем-то и у него нету время на что-то другое а тут я говорю подчеркиваю а что если бы ты знал что у меня есть информация которая не помню не помешает тому чем ты уже занимаешься и через год ты построишь бизнес который тебе будет приносить 10 тысяч в месяц и больше если я разговариваю с очень успешным бизнесменом я ему скажу 20 50 тысяч долларов в месяц и больше а потом покажу как это делается я не просто кину в него цифры я ему покажу откуда деньги и вот это то что я хочу сегодня вам продемонстрировать еще раз подчеркну господа большинство людей им более приемлемо когда вы приглашаете человека в бизнес особенно того который никогда не был сетевом бизнесе и особенно именно ту часть людей количество людей которые найти как говорят на территории снг на сегодняшний день есть только очень очень богатые и очень очень бедные нету среднего класса когда в стране появляется средний класс вот это так как тогда когда страна начинает сильно прогрессировать поэтому очень много людей я не знаю я не живу в снг я живу в америке уже много лет но у меня много друзей там я много раз приезжал в москву украина питер прибалтика и с людьми с которыми я познакомился и со многими я держу до сих пор контакт и многие мне говорят что в многих странах особенно такие как украина и даже казахстан люди зарабатывают 200 500 долларов в месяц если человек зарабатывает 500 долларов в месяц это хорошая зарплата вот эти люди это основная масса которая придет к нам и поэтому те люди которые построят большой фундамент своем бизнесе эти все массы будут именно под ними поэтому говоря с таком с таким человеком и продукт приглашая его в бизнес конечно ему лучше говорить о том сколько он может заработать потому что он не сможет купить продукт если он зарабатывает 500 долларов в месяц 1000 долларов в месяц у него просто нету таких возможностей но все хотят заработать и первое что я всегда им говорю первое как я показываю сколько можно заработать я задаю такой вопрос если вы решили прийти в бизнес вы подписались проплатили теперь вам надо фокус привести два человека вы думаете вы сможете привести два человека может быть не сразу и мы вам поможем обычно все говорят что да потому что не привести два человека два человека в бизнес это не так тяжело если бы я кому-то сказал надо привести как можно больше 20 30 40 ну к сожалению не все такое смогут сделать а вот привести два человека смог жить любой я уверен что вы со мной согласитесь и потом я покажу этому человеку если вы приведете два человека в первый месяц это ваша первая задача то во второй месяц вам надо помочь этим двум человеком сделать то же самое все что от вас требуется вам не надо больше приводить вам надо помочь людям сделать то же самое господа запомните одну простую вещь это истина это не мои слова мне тоже когда-то кто-то сказал люди слушают делают то что вы делаете а не то что вы им говорите делать я повторю еще раз люди из делают то что вы делаете они то что вы им говорите делать вы помните в бывшем парте по возрасту кто это помнит в бывшем советском союзе если человек работал на И приходили к вам эти руководители, я извиняюсь, засранные, и которые говорили, что вам надо делать, но никогда из них никто это не делал. Это одна из причин, почему бывший Советский Союз развалился. Поэтому, господа, люди делают то, что вы делаете, а не то, что вы говорите им делать. Если, может быть, кому-то кажется, что это не так, что это очень тяжело, что это только можно сделать на бумаге, я это сделал уже два раза. Сейчас я это делаю третий раз. Вы приведете два человека в первый месяц. В второй месяц вы им поможете сделать то же самое. В третий месяц эти четверо помогут своим сделать то же самое. И через год у вас будет 8190 человек. Теперь, откуда деньги? Я записал тут немножко, я вам покажу. Значит, когда у вас 8190 человек, и если вы помните, у нас платят сайкл. Что такое сайкл? Когда у вас в левой ноге 4, в одной ноге 4 человека, а в другой ноге 2 человека, вам платят до 25% с этих двух человек. Потом, когда у вас в левой ноге 8 человек, а в правой 4, вам платят с 4 человек. И так далее, и тому подобное. Поэтому, получается, чтобы быть в сайклс, у вас получается, что будет 5460 человек в одной ноге, и 2730 человек в другой ноге. Это если умножить 2730 на 10 долларов, это получается, что у вас объем 27300 долларов. 25% это 6000 долларов, 825 долларов заработок в месяц. Плюс нам платят матчинг-бонус тех людей, которых мы привели сами. То есть, с ваших первых человек. Ваши первые 2 человека заработают то же самое. 6825 долларов в месяц. 25% от этой суммы. 1706 и 25 центов. Это с двух людей. Это получается, вы будете получать 6825 и два раза по 1706. Ваш заработок 10237 долларов и 50 центов. Умножить на 12, вы только что заработали 122 850 долларов в год. Господа, вся прелесть этой системы, что после того, почему я сказал не сразу, а год. Сетевой бизнес это такой же, как любой традиционный бизнес. Только разница в том, что в традиционном бизнесе у вас рисков больше, и вам надо вкладывать больше. Здесь вложения минимальные. Даже тот самый 10 долларов в месяц, который вы платите за свой продукт. А представьте себе, что это у вас традиционный бизнес, и вам надо арендовать помещение. Оно может стоить 1000 долларов каждый месяц. Так я смотрю на эти 10 долларов. Это мой лиз. Я плачу лиз. Я плачу аренду за свой бизнес 10 долларов в месяц. Плюс за это я получаю продукты бесплатно. Вот как я смотрю на этот бизнес. И когда люди начинают на это смотреть таким образом, ну что такое 10 долларов? Это же чепуха. Там 60 долларов вы вложили при входе на бизнес, который может изменить потенциально ваше финансовое положение. Вы вкладываете, вы инвестируете эти 60 долларов в самого себя, в свое будущее. Когда вы начинаете смотреть стоить с этой точки зрения и также людям объяснять, то 60 долларов уже получается, так это же чушь, это копейки. А потом платить 10 долларов в месяц за свою аренду. Вот как надо правильно смотреть на бизнес, если вы считаете себя бизнесменом. Это факт. И когда вы строите таким образом, господа, то через год ваш бизнес уже не развалится. Потому что ваш бизнес уже будет иметь свою жизнь. У меня есть один проект. Я даже не знаю, честно говоря, какое количество у меня людей в этом, в том проекте. Я не буду называть имя, это не имеет никакого значения. Но у меня ниже, чем 12 уровней, уже больше 500 тысяч дистрибьюторов. Может быть, даже 600. И все только потому, что я всегда обучаю всех людей работать именно по этой системе. Конечно, не все слушают. Есть люди, которые приходят, они думают, что они сами все сделают и построят все правильно. И сделают как надо. И у кого-то получается. Но основная, те люди, которые начинают работать именно по этой системе, это те люди, в результате которых строят большой бизнес. И потом им ничего не надо делать, потому что их бизнес имеет жизнь свою. Я сегодня разговариваю с вами, а у меня в компании растет количество людей, потому что я начал делать это правильно. И запомните, господа, как только вы пригласите человека, и вы это сделаете правильным образом, он будет делать то же самое. Опять я повторю, люди делают то, что ты делаешь, а не то, что ты им говоришь делать. И потом уже ниже 12 уровня или ниже 12 месяца у вас уже будет происходить такой взрыв. Что вы даже в один прекрасный день, как у меня это было, когда я поехал, это было много лет назад, я был в одной компании, и я только начинал, буквально, может быть, 3-4 месяца или полгода проработал. И потом я поехал с женой в отпуск. И мы поехали, так получилось, на 2 недели. И я даже не смотрел, не проверял ничего, что у меня там, какой рост в структуре. Я через 2 недели приехал, открываю свой экран. Когда уехал, у меня было где-то, я не помню, может быть, 200 человек. Не помню точно. Я приехал, у меня уже 5000. Я просто обалдел за 2 недели. Потому что люди делают то же самое, и чем больше оно идет вниз, оно начинает взрываться, и потом происходит такой взрыв, что уже вы его проконтролировать не можете. Но это хорошо, это большой плюс. Кто-то может сказать, да, ну, конечно, это самое, но я приведу 2 человека. Но не все это сделают. Согласен. Но зато большое количество людей приведет не 2 человека, а приведет 4, приведет 10, приведет 20. У нас есть в группе люди, которые в первую неделю привели 20 человек. Поэтому, да, будут люди, которые не приведут никого, но будут люди, которые приведут намного больше, чем 2 человека. Вот в этом и есть вся прелесть вот этой системы. Самое главное – пригласить правильным способом. И самое главное – помогать своим партнерам делать то же самое. Господа, сетевой бизнес всегда был, есть и всегда будет бизнес отношений. И самое важное в бизнесе – надо друг другу помогать. И когда мы работаем все вместе, вот тогда начинается большой взрыв. А теперь я вам покажу еще одну цифру. А представьте, что произойдет, если вы приведете в первый месяц 3 человека, а второй месяц поможете своим трое им сделать то же самое. Вы уже на восьмом месяце будете зарабатывать где-то больше 150 тысяч долларов. Это называется математическая прогрессия. Это через 12 месяцев у вас будет в группе 797 160. У меня в моей и другой компании за год пришло более полмиллиона. Поэтому, господа, это возможно. Ничего здесь такого сложного нет. Надо просто работать. И работать правильно. Сейчас я открою вам, делаю стаб-шеринг. Господа, если у вас у кого-то есть вопрос именно о том, что я сейчас говорил, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Мы все работаем вместе и все учимся друг от друга. Поэтому, если кто-то хочет что-то добавить, может быть, спросить, пожалуйста, не стесняйтесь. Если вы хотите спросить голосом, отключайте свой микрофон, включайте и задавайте голосом. Пока вы будете... Мы же договорились о вопросе в конце. Но вы можете сейчас задать вопрос. Если у вас есть вопрос именно о том, что мы только что говорили. А, тогда позже. Окей, хорошо. У меня есть еще здесь один вид приглашения людей в бизнес. Это приглашение построено на мнении. Я вам расскажу такую историю, постараюсь побыстрее. Много лет назад я попал в один проект, и мне он очень нравился. Там был дорогой автошип, где-то 300 долларов в месяц. И компания чисто американская. И я помню... Я, в принципе, по профессии продавец. Я много лет был в ювелирном бизнесе. У меня у самого было два магазина. Поэтому я не стесняюсь и не стеснялся разговаривать с людьми и делать им презентацию. И я все время разговаривал. И помню, так как эта компания была не дешевая, я пять месяцев не мог подписать ни одного человека в бизнес. Пять месяцев. Но мне нравился очень продукт. И мне нравился сам концепт. Поэтому я не уходил. Я добивался. Я как бывший спортсмен, то я всегда стремился... Я не хотел опускать руки. Это не по-мужски. И я помню, у меня есть товарищ один. И он очень богатый человек. Очень богатый человек. Он работает с металлами. У него компания торгует 600 миллионов долларов в год. И он единственный хозяин компании. Компания по всему миру. И мы с ним хорошие друзья. И про него тут всегда говорили в русскоязычной комьюнити, что к нему золото клеится. Что если ты до него дотронешься, то и до тебя перейдет. И я помню, я пришел к нему. Он живет тоже здесь в Филадельфии. Я пришел к нему и говорю, слушай, это такой классный бизнес. И я сделал ему презентацию. Сразу выпилил презентацию. Я считал тогда, даже сейчас считаю, что я сделал очень хорошую презентацию. Он меня очень внимательно выслушал. Так мне казалось. И говорит, знаешь, Мишаня, мне это неинтересно. Я вижу, у тебя, видно, проблемы с финансами. Если ты хочешь, я тебе одолжу денег. Если тебе надо что-то раскрутить, ты только скажи, я тебе дам деньги без процента. В принципе, он даже хотел мне сделать что-то хорошее. Но для меня это было как ножом по сердцу. Я так переживал. И я помню, тогда мы делали тренировки. Тогда не было еще интернета. И мы встречались раз в месяц. И я помню, на тренировке подходит ко мне один из моих спонсоров и спрашивает, ну, Майкл, расскажи, ты с кем-нибудь разговаривал. Ну, я ему и рассказал это все. Что вот такой у меня successful товарищ. И я ему все это рассказал, сделал презентацию, и он так негативно на это повелся. Он меня внимательно выслушал, а потом говорит мне, Майкл, если у тебя твой товарищ такой successful, а зачем ты его приглашаешь в бизнес? И я в этот момент, и замолчал. Я в этот момент немножко растерялся, потому что меня всегда учили, что надо приглашать успешных людей. От них больше толку. А потом где-то через буквально 5 секунд мне говорит, если он такой грамотный, почему ты не спросил у него его мнение? Не пригласить в бизнес, а спросить его мнение. Я просто обалдел. Я слушал очень много раз тренировки именно на эту тему, как правильно пригласить человека в бизнес. И первый раз, и никогда на это просто не задумывался. И тут меня осенило. Меня все-таки, я понял. Я помню, я пришел домой, мне, наверное, заняло, не помню точно, неделю или две недели набраться смелости. Я ему позвонил по телефону. Я ему позвонил и говорит, слушай, здравствуй, ты помнишь, пару недель назад я тебе рассказывал про этот бизнес, и ты высказал свое мнение, и у меня затаилось недоверие. Поэтому ты можешь мне сделать одолжение прийти и послушать эту презентацию об этой компании от экспорта, а потом высказать свое честное мнение по поводу этого бизнеса. Хороший ли этот бизнес для меня? Заработаю ли я, наконец, деньги? Он мне сразу сказал, Мишаня, никаких проблем. И вот мы тогда делали встречи по четвергам. В субботу мы делали тренировки, а в четвергам мы просто снимали помещение и туда приводили людей, которые хотели послушать презентацию. И я его туда привел. Парень, который выступал в этот день, потому что мы всегда выступали по очереди, он был такой же дистрибьютор, как я, ни лучше и ни хуже. Но мой товарищ его не знал. И когда я его подвел, он ему сказал, что вот это экспорт, очень успешный, так далее и тому подобное, они пожали руки, и потом он сел, мы сидели с ним на первом ряду и слушали презентацию. Когда этот парень закончил презентацию, у меня уже коленки дрожали, потому что он рассказал точно, точно то же самое, что рассказал им и своему товарищу я сам. Я уже понял, что это было потраченное время, сейчас он еще рассердится на меня, потому что он очень занятый человек. А он на меня посмотрел и говорит, ты знаешь, Майкл, мне кажется, ты попал во что-то очень интересное. Знаешь, я тоже буду этим заниматься. Я не знаю, у меня ноги так переслабились, что я встать не мог. Я просто обалдел от этого. И он был мой первый дистрибьютор. Через три года в этой компании я уже зарабатывал 25 тысяч долларов в месяц. Я построил обалденную структуру. Это был минимум 25 тысяч долларов в месяц. И часто зарабатывал намного больше. Но и всех начал приглашать, все мои приглашения стали быть построены в то время на спрашивать у человека мнение. Я помню, я тогда пришел в офис наш на тренировку, и мы это обсуждали. Я сам этого пытался анализировать. Что произошло? А вот что происходит. Когда вы приходите своим друзьям и начинаете приглашать их в бизнес, у них сразу же есть определенное мнение о вас создается. Вы, может быть, друзья, и вас они, может быть, уважают. Ну, например, такой пример. Если вы сварщик и всю жизнь работали сварщиком, теперь вы приходите к человеку, который, может быть, в финансовой точке зрения находится намного лучшим положением, чем вы, и вы его начинаете учить, как зарабатывать деньги. Конечно, он вас всерьез не примет. Он вам это в лицо не скажет, он даже об этом не подумает. Но он просто не обратит на это внимание. Когда я пришел к своему товарищу, он знал, что я ювелир. Я специалист по бриллиантам. У меня есть определенное положение, определенная лицензия. Я специалист по бриллиантам. Если бы я бы ему начал рассказывать за бриллианты, он бы сидел бы и слушал очень внимательно. А так как я начал его учить, как заработать деньги, когда он зарабатывал не в 10, а в 100 раз больше, если не в 1000 раз больше, он уже был тогда мульти-мульти-мульти-миллионер, то естественно он меня слушал, но он был на другом ченнеле, он меня не слушал внимательно. А когда я попросил его высказать свое мнение, и я привел его на встречу, и другой человек делал презентацию, и я представил его как экспорта, теперь он слушал очень внимательно. А знаете, почему? Потому что ему надо было высказать честное мнение для меня, на самом ли деле это хорошо для меня. Но когда он слушал внимательно, то у него в голове начали работать правильные импульсы. Он тогда понял, и он заметил, что это на самом деле классная вещь, и может быть ему тоже стоит заняться этим. И он стал моим первым дистрибьютором. Все, весь мой бизнес после этого поменялся полностью. я помню, я тогда пришел домой, я взял бумагу и ручку, и сразу начал писать всех, кого я знаю. Даже не только друзей, просто всех, кого я знаю. Если я иду по улице, и я встречаю одного человека, я ему говорю привет, он говорит мне привет, я его знаю. Я записал все имена, потому что спрашивать мнение можно только у того человека, кто его знает. Вы не можете познакомиться сегодня с человеком и сразу спросить его мнение. это не будет выглядеть классно. Он не примет этого. Поэтому следующее приглашение в бизнес, вот это второе, вот эти только два приглашения я пользую. Я вам продемонстрирую. Допустим, я и Лена, мы знакомые, знакомыми, семьями, мы дружим. Я хочу Лену пригласить в бизнес. Я ей позвоню по телефону. Всегда надо обязательно спросить, если она занята. я говорю, Лена, здравствуй, это Майкл, у тебя есть минутка? Скажет, ты знаешь, что я на день рождения или на работе, я не буду говорить. Я сразу же скажу, извини, я перезвоню, я даже не буду слушать, что она ответит и положи трубку. Обязательно надо говорить с человеком тогда, когда у него есть время, он ничем не занят, тогда он будет слушать внимательно. Я ей перезвоню в следующий раз. Лена, ты свободна? Да, класс. Лена, ты можешь мне сделать одолжение? Ты понимаешь, мне только что предложили интересный бизнес. Мне кажется, что наконец я смогу заработать деньги. Мне кажется, что наконец это хороший бизнес для меня. Я знаю, ты очень грамотная, у тебя хороший жизненный опыт, ты многого достигла в жизни. Мне очень важно услышать твое мнение. Ты можешь мне, пожалуйста, сделать одолжение, послушать презентацию и сказать мне честно, хороший бизнес это для меня. Заработаю ли я наконец деньги? И на этом я замолчу. Вот на этом построено мое мнение. В смысле такого приглашения. И после этого я просто буду ждать, что она скажет. Я уже много раз говорил, господа, все мои знакомые, все мои друзья, кому я делал такое предложение, никто, подчеркиваю, никто не отказался. Все 100% людей согласились. Конечно, не все они стали дистрибьюторами, но это нормально. Были случаи, когда я рассказывал, люди слушали презентацию, чтобы мне высказать свое мнение, они мне говорили, ты знаешь, Майкл, это классный бизнес и у меня к тебе просьба, у меня есть знакомый, мне кажется, для него это будет тоже хорошо. И давали мне телефон этого знакомого, а тогда я звонил этому знакомому и уже говорил, здравствуй, меня зовут Майкл, мне Лена попросила позвонить тебе, тогда я уже делал презентацию. Очень важно, Госпара, когда вы приглашаете человека таким способом и он дал согласие послушать эту презентацию, ни в коем случае ее нельзя делать самому. Лучше всегда, чтобы эту презентацию делал для вас кто-то другой. Или сегодня, благодаря инструменту, такому великому интернет, вы всегда можете этого человека, обычно, я никогда не посылаю ссылку, чтобы человек, ну, при таком случае, если я спрашиваю мнение, я всегда делаю так, я ему звоню, открываю свой экран, мы договариваемся во время, и включаю презентацию, чтобы он слушал вместе со мной, чтобы я видел, что он слушает. И благодаря этому вы убиваете, как говорится, одной пули, убиваете двух зайцев. Почему? Потому что вы каждый раз, когда будете слушать ту же самую презентацию, вы все больше и больше будете понимать, как работает наш бизнес, вы будете становиться, у вас будет намного больше уверенности в себе, как говорится, железо будет в голосе, и вы сможете, когда вы будете рассказывать людям о бизнесе, все больше и больше людей вас будет слушать. Знаете, говорят, что у каждого человека есть определенная цифра. Что это значит? Например, когда я начинал, мне надо было поговорить со 100 человек, чтобы подписать одного в бизнес. И чем больше я это делал, потом мне надо было поговорить с 20 человек, чтобы подписать одного в бизнес, потом с 10 человек, чтобы подписать одного в бизнес, потом с 5 человек. Поэтому у каждого из нас есть определенная цифра. Ну, может быть, не 100 человек, я немножко загнул, но вы понимаете, что я имею в виду. Поэтому, чем больше вы будете делать презентации таким образом и слабее слушать эту презентацию вместе с потенциальным дистрибьютором, вы даже себе не представляете, что начнет происходить через месяц, через два, через полгода. Вот это, в принципе, это основы нашего бизнеса. И потом подумайте так, а если вы зададите вопрос, позвоните своим 10 знакомых, и просто у 10 знакомых, у каждого из них попросите сделать вам одолжение. И запомните такое, господа. Первое. Люди любят, когда им делают комплименты. Это факт. Второе. Не имеет значения, с кем вы разговариваете, даже если этот человек неуспешный. Если он еще жив и ходит по земле, значит, он успешный. Значит, вы можете сказать, у него большой жизненный опыт. Он грамотный человек. Это правильно, это не преувеличение, и людям это нравится. И такой человек с удовольствием захочет послушать о бизнесе, о котором его попросили высказать вам мнение. Вы только что этого человека подняли в его глазах, потому что вам очень важно услышать его мнение. И, господа, мы живем в таком мире, и я уверен, что каждый из вас согласится, что вы можете, ну, каждый человек любит вставить свои две копейки и высказать мнение о том, о сём, и очень часто люди говорят о том, о чём они совершенно ничего не понимают, к сожалению. Поэтому это чисто человеческая, ну, я даже не знаю, как это правильно сказать, вещь, когда люди любят высказывать мнение. Теперь, господа, ещё раз хочу сказать, если я вижу, люди пришли позже, просто повторить то, что я говорил раньше, у нас в Суппорте работает три русскоязычных человека в компании, поэтому вы можете, если у вас есть какие-то вопросы, только если у вас есть вопрос, который можно задать дистрибьютору, лучше задавайте в нашей группе, если вы не получите ответ, конечно, всегда можно написать Суппорт и задать вам вопрос по бизнесу, и вам ответят на этот вопрос, просто, чтобы вы не засоряли, не засоряли Суппорт. Это первое. iPhone, приложение на iPhone уже работает в полный рост, после того, как мы, я закончу, закончу нашу встречу, я скину, пока, правда, на английском языке, но она коротенькая, я скину тренировку, которую сделал сам хозяин компании на iPhone, вы увидите по картинкам, как это происходит, и у меня уже есть, тоже уже есть официальная тренировка, как это сделать на Android, но Android пока еще не запущен, это может пройти еще пару недель, и это будет запущено. Я вам хочу сказать еще одну вещь, только то, что наша компания уже принята на Apple, это уже большой плюс для нас. Окей, господа, если у вас есть еще у кого-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием вам отвечу. Владимир, Владимир, вы хотели задать вопрос какой-то, пожалуйста. Да, да, я хотел несколько вопросов, но постараюсь так сжато. Понятно, у каждого из нас свой предыдущий, как говорят, background, свой опыт, и вы правильно сказали, каждый хочет что-то свою гайку к Mercedes прикрутить, да, то есть, по-своему как-то работает, хотя придерживаются общих правил индустрии и так далее, те рекомендации, которые вы говорите, это супер классика с моей точки зрения. Смотрите, в процессе, ну, многих лет, да, работы у меня появились не только сетевые вопросы, а бизнес-вопросы. И когда мне предлагают бизнес, я уточняю, простите, вы предлагаете мне бизнес, MLM это бизнес? Мне говорят, да, окей. Я говорю, у меня были пару магазинов, я их продал, купил страховые компании, сделал сеть компаний, агентуру, сеть агентов и продал, купил маленький ресторан, продал. Могу ли я в вашей компании, мой вопрос, купить и продать бизнес, если это бизнес, вы же сказали, что это бизнес, это первый вопрос. Второй вопрос, могу ли я участвовать в прибыли компании, не маркетинг-план, а в прибыли компании, когда моя сеть делает уже большую часть объема продаж в компании, я либо уйду и создаю свою компанию, а такой у моей практики было несколько, либо компания принимает меня как партнера и делится, скажем, годовой прибылью и так далее. Поэтому мой вопрос, есть ли такой вид вознаграждения, какой-то процентик от годовой прибыли компании. Третий вопрос, могу ли я претендовать, если это акционерная компания, на какие-то акции. И четвертый вопрос, могу ли я передать бизнес по наследству? Ну, я вам отвечу сразу на ваш первый вопрос и на четвертый вопрос. Да, вы можете отдать свой бизнес по наследству кому угодно и также вы можете его продать. Это ваш бизнес, просто вы берете человека информацию, его электронную почту, его имя, меняете в кабинете и просто отдаете ему все, он потом может поменять пароль и теперь будет этот бизнес его. Естественно, если он вам заплатит деньги. так что все тут можно продать и можно отдать по наследству. В принципе, это можно делать в любой нормальной сетевой компании. Вопрос следующий насчет прибыли компании. Здесь обычно в сетевых компаниях это работает не совсем так. Очень часто делается, это делается обычно позже в компаниях, потому что, насколько я знаю, здесь они выплачивают дистрибьюторам больше 70%. В среднем в сетевых компаниях выплачивается дистрибьюторам где-то меньше, чем, они обычно говорят 50%, но обычно это меньше 40%, 42% и ниже. И у таких компаний очень часто что они делают, они обычно тоже делают позже, не в самом начале, потому что в самом начале им тоже надо заработать деньги для операции. А потом что они делают? Они делают определенные пулы. И когда человек, он должен наторговать определенное количество, дойти до определенного уровня, и тогда он попадает в этот пул, и там может 1 или 2% всего дохода компании идет в этот пул и делится между теми людьми, которые в него попали. В настоящий момент у нас такого нету. Будет ли такое или не будет, я не могу сказать, я не хозяин компании. Я могу сказать, как это обычно происходит во всех бизнесах, когда компания начинает на самом деле сильно расти, особенно определенные группы, то что мы делаем? Мы берем телефон и звоним своему начальнику, руководству, и тогда мы начинаем говорить именно о таких вещах, которые вы только что подчеркнули. Поэтому возможно ли такое? Да. Будет ли это? Я не могу сказать, потому что я не хозяин компании, но естественно, если у меня, как только у меня появится большая структура, я первый, который позвоню ему и скажу и начну говорить на эту тему. Я это делал в других компаниях, и в основном это всегда было удачно, но уже позже. Вначале компания только открылась 6 апреля, поэтому тут еще, я уверен, будут изменения, уверен, будут изменения в лучшую сторону, но все компании, когда открываются по ходу компаний, всегда идет определенный рост. У нас будет то же самое. Я забыл предпоследний вопрос. Акционерная компания, доступ к акциям. Ну, это в принципе, вы понимаете, в Америке, в Америке, для того, чтобы компания продавала акции, это немножечко не такое понятие, как это находится на территориях других стран. Здесь это у меня, я по профессии в Америке профессиональный инвестор, я получил эту профессию в 91-м году, я здесь этому учился здесь в Америке, у меня была лицензия, на которую я сдавал экзамен, один из самых тяжелых экзаменов в стране, и какое-то время я продавал ценные бумаги, страхование жизни, ценные бумаги, я даже был четвертый в штате Пенсильвании по продаже ценных бумаг, один месяц, правда, и поэтому у меня получалось очень хорошо. И здесь, например, есть такое название, я не знаю, как это сказать по-русски, я скажу по-английски, паблик ли трейд компани, паблики трейд компани, которые официально зарегистрированы на мировой биржной, на Нью-Йорк стак эксченч, и только эти компании имеют право продавать свои стаки всем, это любой человек может продать стаки. если компания не стала паблик ли трейд компани, то есть она еще не зарегистрирована на мировой бирже, есть возможность продавать стаки внутри компании только для дистрибьюторов, но ни в коем случае не снаружи. Если такое будет, я думаю, что, наверное, будет такое, потому что это корпорация, любая корпорация, когда открывается, ей дается сразу определенное количество шерц, а потом, если они хотят, или акции, они могут делить. Когда это будет, я не могу вам ответить на этот вопрос. Эти вопросы очень грамотные, но они еще, мы слишком молодые, мы только второй месяц в бизнесе. Ну и последний короткий вопрос, это многие сетевики, ну, в Бинаре, но любят заходить с тремя, так называемым, золотой треугольник. Золотой треугольник. Вот. Либо, либо, и думаю, в этом плане еще вопрос, допустим, человек заходит одним аккаунтом, но потом, позже, в глубине, может ли он брать, компания как на это реагирует, может ли брать еще аккаунт? Вы можете открывать, вы можете открывать сколько угодно аккаунтов, но желательно на другое имя, например, это тоже, опять-таки, просто страховать себя, мы никогда не знаем, что будет завтра. Я зашел, открыл один аккаунт, потом я, ну, не сразу, может быть, в течение недели, я открыл еще один аккаунт на свою жену в одной ноге, и я еще собираюсь открыть один аккаунт для своей дочки в другой ноге. У меня был договор с одним из дистрибьюторов, и я обещал поставить под ним, но я хочу сначала посмотреть, как он будет работать. Поэтому я, ну, обычно всегда я делаю так, что я, если я захожу треугольником, то есть мой аккаунт потом слева и справа, и за свои аккаунты слева и справа я сразу заплачу на год вперед, потому что тут можно заплатить на год, и ты экономишь 20%, и, но я не строю эти аккаунты, я строю свой. Но так как я ставлю людей слева и справа, то под ними все равно появляется структура. И в результате, когда в один прекрасный день, когда у меня, я уже уверен, что они уже есть, но когда будут настоящие лидеры начнут работать, и ноги начнут расти уже без моего вмешательства, тогда я начну строить, просто мне надо будет строить только одну ногу для них, так как одна уже не буду под ними будет много людей. Я надеюсь, вы меня поняли, чтобы я вас не запутал, потому что, кажется, сам запутался. Но я считаю, что это, если есть возможность такая, это не обязательно, но если есть такая финансовая возможность, конечно, можно поставить жену, дочку, сына, чтобы это были живые люди. Но строить только сначала, только для себя. ни в коем случае не строить под ними, в смысле, строя для себя, вы будете строить под ними. И здесь есть один из очень хороший плюс. Вы помните, что в нашем маркетинге, если всех людей, которых вы привели сами лично, вы начнете получать 25% комиссионных, когда они начинают зарабатывать в бинаре. Поэтому, если я, например, поставил свою жену с левой стороны, в данном случае она у меня с левой стороны, то все, что платится в месяц, она платит за месяц, я же получаю до 25%, а когда я начну строить у нее другую ногу, то все, что она заработает, я получу еще 25%. Поэтому, в данном случае, это очень выгодно. Но ни в коем случае не надо делать это сначала. потому что сначала надо концентрироваться на то, чтобы строить свой бизнес. А так как они будут под вами, то они все равно будут бенефит, потому что будут идти переливы. И помните, что у нас нету квалификации заработать с бинара. Единственная квалификация зарабатывать с бинара, чтобы вы просто платили каждый месяц свой аутошип. и в результате, если под вас попадут люди в вашу слабую, в этого человека слабую ногу, он тоже получит комиссионы. У меня, например, есть дистрибьютор, я не буду называть его имя, он у меня в структуре, у него уже где-то, он не привел еще ни одного человека. Ну, так получилось. Я, мы также получаем переливы сверху, потому что человек, который мой спонсор, американец, он один из самых, он приводит больше в бизнес людей, чем кто-либо, какой-либо дистрибьютор во всей компании. Он на сегодняшний день что вы имеете в виду спонсор? Он выкупил определенные ряды? Я подписался, я подписался под его реферальные ссылки. А есть практика такая, что, скажем, вы, ну, к примеру, вы купили золотой треугольник, а потом в этот уровень четыре продали спонсорам, не сетевикам, а инвесторам? Ну, если они захотят, вы можете продать любой аккаунт. Это же, понимаете, это зависит от того, сколько у вас людей в системе. Я вам скажу честно, это просто по моему опыту, потому что у меня были и есть на сегодняшний момент большие структуры, очень большие структуры. Я никогда никому ничего не продавал и не хочу продавать, хотя мне были очень соблазнительные предложения. Почему? Потому что вы продадите, но вы получите один раз сумму, но вы живете, вы же ее потратите, а дом оно будет все время вам приносить. Если у вас бизнес построен правильно, он будет вам приносить деньги до бесконечности, пока, не дай бог, если компания выйдет из бизнеса. но очень важно, допустим, у меня дочка, почему я хочу открыть аккаунт на дочке, я буду строить под ней, хотя, если что-то со мной случится, она все равно заберет и мой аккаунт тоже, но все равно, знаете, как отца, она молодая женщина, замужем, правда, к сожалению, детей нету, но у них жизнь только начинается, пусть они имеют. Ради этого, для жены я открыл аккаунт, то же самое, если меня не будет, а она есть, чтобы она была, чтобы ей не думать о завтрашнем дне. Я считаю, это хорошо. Жалко, очень жалко, что когда я начал это делать 43 года назад, такого не было. Не было бинаров. Были только одна линия и все. А если бы были бинары, тогда у меня, например, самый долгосрочный мой бизнес с 91-м годом. Но там нету бинаров. Окей, мы очень много начали говорить уже почти час, поэтому надо потихоньку заканчиваться. Если еще есть у кого-нибудь из вас, господа, вопрос, пожалуйста, задавайте на любые темы. С удовольствием постараюсь вам ответить. Если вопросов больше нет, тогда я буду заканчивать. Михаил, добрый вечер. Вопросов много? Я могу задать? Да, да, пожалуйста, Рустам, я слушаю. Да, да, да. Первый вопрос я вот сегодня в чате вам задавал относительно граждан России. Они могут участвовать в бизнесе? Окей. Насчет граждан России. Я вам скажу такую вещь, что у меня есть в компании, в нашей бригаде уже есть люди, один из Москвы есть, еще есть из России. Проблема в том, что русские банки, русские банки, российские банки, на них акции наложены, поэтому если человек хочет подписаться, допустим, с Сбербанк-карточкой, он не пройдет в системе. Но в России, так же, как и в других республиках, есть филиалы других банков, которые из других стран или из других стран республик СНГ. Поэтому вам просто, этому человеку просто надо пойти и найти тот банк, и там пойти, я не знаю, положить 60 долларов или 100 долларов, и получить карточку, и проплатить. Скоро-скоро этой проблемы не будет, потому что у нас будет возможность проплачивать криптовалюты. Но это может произойти еще месяц. Они над этим работают, но есть вещи, которые не зависят от компании. поэтому так что поэтому это самое. Я извиняюсь, я только что сделал блюд человека. Подождите, Руслан, одну секундочку, давайте я остановлю нашу запись, но я останусь здесь и буду продолжать отвечать на ваши вам вопросы. Я сейчас просто остановлю запись, чтобы выставить ее.